Матшинником стал для Томи первым домашним в этом году и мы решили, что будет интересно узнать, какое впечатление он наставил у томских болельщиков. И сегодня мы с удовольствием одному из них предоставляем слово. Редактор газеты «Вечерний Томск», эксперт агентства спортивных новостей «Спорт УЗПРО» Владимир Погодин в нашей рубрике «Трибунал». Если говорить о моих ожиданиях, конечно, как у многих большинства болельщиков, конечно, когда шел на игру, думалось, что Томи, безусловно, сейчас с первых минут предложит сопернику быстрый темп, будут возникать часто голевые моменты и постарается забить быстрый гол. Потому что, конечно, несколько смазали наша команда начало сезона. В Армавире, например, в принципе, неплохая концовка удалась, но большая часть матча не получилась у команды. С «Газовиком» в Оренбурге, наоборот, первый тайм здорово провели, переиграли, в общем-то, лидера дивизиона. Единственное, не получилось забить, получили в свои ворота нелепый гол, а второй тайм «Газовик» сыграл уже настолько строго по счету, ничего не смогли сделать. Поэтому всем хотелось, что с «Шинником» будет совершенно другая игра, тем более всем известны проблемы ярославцев. Они потеряли в межсезоне пять ведущих игроков, у них там большие проблемы по зарплате, 3-4 месяца долги. В начале сезона они проиграли, уступили в Туле 1-4, уступили Тоса 0-2. Ну и поэтому казалось, что и Томь должна, как говорится, на них отыграться за стартовые неудачи. Ну, первый тайм, в принципе, можно сказать, что команда играла неплохо. Конечно, это не игра, я бы сказал, что такого лидера дивизиона, но моменты были, и, в принципе, давление на ворота соперника было. В принципе, очень хорошо мне понравилось, взаимодействовали в центре поля Кузнецов, Баляйкин, Чуперко. Особенно я внимательно очень следил за игрой Евгения Баляйкина, потому что все-таки человек практически полтора года не играл в большой футбол, по разным причинам выбыл. И, ну, на меня, думаю, на других болельщиков произвело, ну, сильное впечатление игра, потому что, ну, вернуться после такого перерыва в большой футбол и показывать такой, ну, хороший уровень, это дорогого стоит. Он и участвовал в отборе мяча, очень хорошо в прорывах шел вперед с позиции центрального полузащитника. Передач несколько было у него, хороших таких передач на ход партнером. Вот, и поэтому были моменты, ну, самое, конечно, запоминающиеся, это отличная стеночка, разыгранная Кузнецовым с Баженом, когда наш полузащитник пробил штангу, к сожалению, немножко не повезло. Были моменты у Ираника бил из убойной позиции, Баженов, опять же, головой после подачи. И, в принципе, игра, да, не сказать, что она прям слишком яркая, слишком злевешная, но, как бы, она более-менее клеилась. И у Шеника, в общем-то, особых моментов мы ему не позволяли создать. И казалось, что вот во втором тайме стоит только нам прибавить в скорости, стоит прибавить в резкости. Единственное, что не хватало, что в позиционной атаке мы не очень смотрелись, когда игроки Шеника фактически они оборонялись девятером, а по часу десятером. И, конечно, взломать такую оборонную шелонеру нам, как правило, очень тяжело. Тут надо, хотелось бы, чтобы наши проводили, может, быстрые, резкие контратаки, чтобы ловили соперника на любую возможность. Но, к сожалению, мяч в штрафную доставлялся слишком медленно, много было поперечных передач, катали мяч на подступах, но вот этого не хватало. Но, к сожалению, я считаю, сильно, конечно, на ход матча повлиял этот нелепый гол. Конечно, Яранику, ну, опытнейший полузащитник, прошел там огонь, воду и медные трубы. И тут, ну, с каждым бывает, конечно, что непонятно, то ли он понадеялся на партнера, то ли он делал передачу. Ну, действительно, в общем-то, с позицией, которая ничто не предвещала, и там ему соперники это особо не мешали. Ну, вот отправил мяч в ворота, и, конечно, немножко он перевернул хоть матч, а Шинник уже по косточкам, кажется, наших разобрал, уже организованно ушел в оборону. Ну, если бы забей мы его до конца первого тайма, говорится, гол в раздевалку, моменты были, то, возможно, и второй тайм прошел бы в несколько ином ключе. Но, к сожалению, не получилось забить. Второй тайм, конечно, нам, ну, это и Валерий Кузьмич не помню, что призвал, что, ну, откровенно говоря, не удался. Да, начали неплохо, было давление, в общем-то, заработали пенальти справедливые. Спасибо Кириллу Погребнику, у нас раньше и в прошлые годы были проблемы с реализацией пенальти, но сейчас вот, дай бог, чтобы вот такой хороший у нас пенальтист появился, что забивает уже второй пенальти. Ключ через него к плечу перевернулся. Да, да, да. Вот. И сравняли счет, а потом случилось странное, что после того, как сравняли счет, как-то совсем перестало давление быть. Тут немножко, конечно, то, что и Болякин на фланг сменился, ушел из центра поля, и у нас разладилась именно игра. В середине поля перестало как-то быть взаимопонимание между партнерами. Вместо того, чтобы быстро доставлять мяч к штрафной соперника, проводить быстро резкие контратаки, вот этого совсем как бы не было видно. Очень игроки Шинника грамотно выстроили оборону, и плюс временами они, ну, по двое, по трое активно прессинговали на нашей половине поля. И для наших защитников, центральных полузащитников, это то ли неожиданность, то ли что, не справлялись. Не всегда они вот с этим давлением игроков, атакующих игроков Шинников, и не могли они обеспечить быстрый переход из обороны в атаке, побыстрее доставить мяч к чужой штрафной. И в результате, конечно, ну, второй тайм, конечно, оставил, ну, откровенно признаем, не очень приятное впечатление, потому что моментов фактически не было у чужих ворот. Да, в концовке уже пошли большими силами, там и центральные защитники, и крайние подключались к воротам, пропустили две опаснейшие контратаки, ну, скажем так, прямо, что на последней добавленной минуте должен был забивать игрок Шинника, там Никитинский с нападающим, они выбежали, там. Ну, просто чудо-чудо, сейв, конечно, по-другому не скажешь, совершил наш воротарь Олег Чуваев. Ну, кто знает, конечно, сейчас все болельщики расстроены, все мы, как бы, читаем комментарии, там, гостевую, что очень расстроено, но и я, конечно, расстроен, и даже не столько результатом, сколько вот игрой команды, все-таки ожидали немножко другого. Но кто знает, вот этот супер-сейв Олега Чуваева, может, он в конце сезона, вот это то, что он добыл до команды ничью очко, может, оно окажется решающим в борьбе за Премьер-лигу. Поэтому пока, ну, я думаю, не стоит вешать нос, все еще может измениться, и команду, мне кажется, как-то нужно взбодрить, может быть, даже... Все мы знаем, что у нас собраны это эксперты, все признают, что у нас собран, ну, в общем-то, состав уровня лидеров ФНЛ, как бы, что по игрокам вопросов нет, просто надо тут по классу игроков. Да, выбыл не хайчик, безусловно, это системообразующий игрок, это серьезная потеря, потому что он и в межсезонье был лучшим, по сути, забивал голы, раздавал голевые передачи, предголевые, начинал там, обострял игру. Да, его очень сильно не хватает, особенно вот с шинником прям ощущалось, что вот некому взять на себя вот эту функцию игрока, который какой-то нестандартными действиями своими взорвет игру. К сожалению, вот в последних играх немножко выпадает, не так остро, как вот раньше смотрится наш тоже один из ведущих пузочников Алексей Пугин. Конечно, хотелось, чтобы он тоже как-то взбодрился, немножко снова обрел свой уровень. Но, мне кажется, проблема где-то вот команды, что нужно какой-то, может, как-то эмоциональные струны какие-то задеть, как-то немножко разодорить, разозлить, потому что, ну, состав у нас хороший, должны бороться безоговорочно выходить, хотя бы со второго места в Премьер-лигу, но вот что-то не хватает, потому что, ну, вот, нет какого-то огня, страсти, эмоций. Вот это надо обязательно добавить, потому что, конечно, ну, вот с Шинником, конечно, болельщики разочарованы были, конечно, игрой. Да, что касается с игры Волгарем, Астрахань, конечно, это будет игра за 6 очков, но я думаю, сейчас наши ребята понимают уже, что отступать уже некуда, что если допускаем еще одну осечку, то мы уже окажемся фактически в роли догоняющих в борьбе с тульским арсеналом. Поэтому, я думаю, ну, игроки должны завестись, прежде всего, вот эмоционально, как-то разозлиться вот на себя, что почитать там комментарии, может, чтобы разозлиться там еще больше, что, ну, что гордость должна быть за Томск, за Томск. Мы же все-таки должны быть проснуться с сибирским характером, нужно завестись, я считаю, потому что игроки у нас, ну, хорошие, очень высокого класса. Ну, может, действительно, какой-то нужен придумать, может, нестандартный психологический ход, там, не знаю, прочитать комментарии, там, болельщиков, вот, после матча с Шинником, там, не знаю, почитать специалистов, что вот какие-то, ну, не то, что уничижительные, но все равно там снисходительные по отношению к Томи, ну, да, вот опять там Том чудит. Ну, надо как-то игрокам завестись, потому что Волгарь, она такая команда, она играющая команда, она тренерская. Они позволяют играть, как говорится, дают играть, и сами играют, и дают играть себе. Поэтому, я думаю, будут моменты и у тех, и у других, но за счет именно организации игры, совокупного класса игроков, думаю, наши должны, должны, надо обязательно выигрывать. И мне кажется, если вот удастся взять три очка, показать хорошую игру, и прежде всего быть, как, получить удовлетворение от футбола, ну, я думаю, игроки сами же наши, ну, тоже, они же как люди, не роботы, они же тоже, они наверняка чувствуют... Вот это положительный импульс нужен. Да, конечно, положительный импульс, что они чувствуют, ну, то, что они показали в матче Шинники, это не их уровень совершенно, и никому не нравится такой футбол, что будет импульс, сумеем взять три очка, и мне кажется, может быть, этот матч, вот хочется верить, хочется верить, что он станет переломным для Томи вообще во всем сезоне. Выиграем, и я думаю, попрем дальше.